Приветствую вас и что бы мне хотелось вам сказать. Во-первых, наверное, начать стоит с того, что, говоря о родителях всегда и о отношениях их с детьми, и всегда есть некий риск, что человек, в данном случае это психолог, будет понят неправильно, будет понят как-то неверно, вследствие чего очень большая вероятность того, что у родителя платнообразно сыграет, сработает защитный механизм. Вы говорите о том, что у вас несколько детей, что у вас трое детей, что они, эти дети, ведут себя определенным образом, который вас далеко не всегда устраивает, и у вас к ним очень большая приятность. И связана такая вот ситуация, связан такой момент с тем, что вы, по большому счету, не знаете другой жизни, кроме той, чтобы действовать для своих детей. То есть, кроме детей, в вашей жизни мало что еще есть. Кроме детей, в вашей жизни, ну, почти ничего нет, если я правильно вас понял, конечно. А вы ничему себя не посвящаете больше, развлечений у вас никаких нет, и вообще вы, ну, как бы, являетесь вот только мамой. И естественно, в своей социальной роли, в своей социальной активности вы хотите добиться успеха. А добиться успеха в этом, ну, едва ли возможно. Потому что дети, они ведь сами достаточно хорошо, достаточно, я бы даже сказал, тонко, корректируют все, что мы от них хотим получить. И поэтому действовать подобным образом, ну, мягко говоря, непродуктивно. Вам нужно для себя самой, в первую очередь, для себя самой, поменять свою модель поведения, больше времени уделять себе, больше отдыхать, больше посвящать себе временно, больше заботиться о себе, больше именно активность на себя, проанализировать, опять же, себя же на некоторые проблемы, если у вас таковые есть, а они у вас, я полагаю, есть, потому что, в противном случае, вы бы вряд ли стали бы так себя вести. То есть, момент здесь такой, что проблемы с вашими детьми, проблемы у ваших детей, это, по сути дела, зеркальное отражение ваших проблем. Это зеркальное отражение того, что у вас не так. Зеркальное отражение ваших противоречит. И вот, как бы, сами дети, они делают то, что сейчас им положено. Условно говоря, они играют, условно говоря, они веселяются, они не хотят подчиняться, но за каком подчинении идет речь, простите, в семь лет. Но, вы хотите этого подчинения, потому что в них, в детях, вы реализуетесь. А также имеет место быть страх, который также не дает вам возможности относиться к детям нормально и давать им тот уровень самостоятельности, который им необходим. А почему вы не можете дать им тот уровень самостоятельности, который им необходим? Опять же, из-за страха. У них есть вопрос, чего вы боитесь? У них есть вопрос борьбы со страхом. Чтобы вы учились, старались бороться с ним. Со страхом, я имею в виду. Чтобы вы пытались с ним бороться. Чтобы вы что-то делали, чтобы его остановиться. Чтобы вы одергивали себя, рационализировали свой страх. И чтобы вы реализовались в чем-то другом. И вообще-то говоря, основные направления, которые я хотел бы вам здесь вот именно предложить, основные направления работы, это, во-первых, работа со страхом, рационализация, размистификация вашего страха, потому что сейчас уровень его мистификации очень большой. Вы очень сильно боитесь, что здесь место случится. Это тревожность, это стремление все контролировать. Возникает изнутренняя неуверенность в себе. Это, во-первых. Во-вторых, читать статьи, которых в интернете сейчас очень много, я бы вам не рекомендовал. Потому что в статьях содержится урывочно, а главное, обезвлечивающая информация, которая вам с большей долей вероятности, с большой долей вероятности, может навредить. Навредить может очень сильно. И вот, чтобы не было у вас вот этого, необходимо все же, чтобы вы реализовывались сами, самостоятельно, чтобы вы реализовывались в себе. Это очень важно. Реализовать себя. Реализовать то, что в вас есть. Реализовать те потребности, которые у вас имеются. Это принципиально важно. Это необходимо вам так сделать. Потому что если подобного поведения у вас не будет, если вы не будете менять свою линию поведения, то тогда, я боюсь, да, действительно, ваши, ну вот, ваши дети будут страдать. Из-за этого они будут страдать действительно очень сильно. Они будут испытывать проблемы из-за того, что вы не позволяете им быть собой. и не позволяете им быть собой только потому, что вы сами быть собой не можете. Вы не научились быть собой. Вы перестали быть собой. Вы забыли о себе. и возникает вопрос, на мой взгляд, ну, достаточно логичный. Почему вы перестали быть собой? Почему вы забыли о себе? С чем связано такое поведение у вас? Именно у вас? и вот когда вы ответите на этот вопрос, когда вы сможете его разобрать, когда вы сможете сделать так, чтобы ваша энергия, которой безусловно очень много этой энергии, которая не находит выхода, когда и если вы сможете эту энергию реализовать и наше по-другому, я думаю, тогда ваши проблемы, которые у вас есть сейчас, да, их станет гораздо меньше. Но для этого нужна реализация. Для этого нужна реализация не только как матери реализация с вашей стороны, с вашей позиции, но и вспомнить о себе нужно, как и о женщине, вспомнить о себе нужно, как о личности, со своими желаниями, со своими стремлениями, со вы являетесь только матери. Возможно, вам плохо без вашего муча. Возможно, без него очень плохо. Я догадываюсь, что вам действительно без него тяжело. Но это по сути по своей, именно по сути по своей, это ничего не меняет. Понимаете? И как бы того, что вы себя забыли, как именно, как вот женщина, именно как личность. Из-за этого вам и тяжело сейчас происходит. Как только вы начнете обращать внимание на себя, как только вы начнете больше думать о себе. Но я думаю, ситуация ваша сразу пойдет на взлет и начнет нормализовывать. Так таково было мое мнение, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.